Друзья, пару слов о некоторых необычных событиях, которые происходили после того, как ЦДХ отказался от концерта и разошлись слухи, что концерт в защиту Артематровского поддержку отменяется. Я стал искать альтернативную площадку, и мне стали звонить совершенно разные люди, которых я раньше не знал. Люди из клубов, музыканты с идеями. Вот, и иногда бывает, что помощь приходит в такой ситуации из самого неожиданного места. И самое неожиданное время. Я звонил телефону, говорю, он говорит, Василий, это отец Андрей. Я скоро подумал, может кто-то со мной шутит, я вам поговорил, вот, реально отец Андрей из Подмосковья. Он говорит, пожалуйста, приезжайте ко мне, электроугли, у нас есть температура, зал на 300 мест, пожалуйста, предоставь любое время. Вот. Я тогда решил, почему бы отцу Андрею, когда у нас здесь все решилось, что концерт состоит в этом клубе «Хлем», я пригласил отца Андрея сегодня на концерт, чтобы он немножко сказал пару слов, что он думает, ну и поддержал так же Артема. Отец, хорошо? Самое интересное, ведь я не либерал, и у меня совершенно все равно какая власть. Вы должны! У меня не так интересно, что говорят люди друг друга, и что они думают сами о себе, так интересно, потому что Бог говорит человеку, это очень важно. Но, когда я услышал, что вот есть такие проблемы, и до этого я слышал фамилии Федоргутский, Махнадкин, Навальный, и много раз услышал фамилии. Я вспомнил, не приведу я дословно, но вспомнил слова Александра Исаевича, который писал о том, что когда начинались импрессии в 30-х годах, в начале власть щуповы на вшивость людей, бараны и не бараны. И Александр Исаевич говорил так, что если бы первые 2-3 года люди выходили бы защищать своих соседей, защищать своих друзей, с топорами, с малами, вставали бы грудью на защиту квартир, тогда бы не было того безумия, не было бы тех миллионов, может быть, эти сотни бы погибли, которые не боялись, выходили и не защищали. И вот я говорил, что я больше слушаю то, что Бог говорит человеку, а не то, что мы говорим. И Бог говорит человеку, что надо защищать всех тех, на кого нападают, надо заступаться за тех, кого обижают, надо не больше, что любить, говорит Христос, чем Кодум Шестой положит за други свои. Я желаю, чтобы вот то место, куда нас всех неумолимо затягивали сейчас до глаза, вот тот зал, который вокруг нас вот говорили, но в природе этого места, чтобы мы, вот все-таки собравшись здесь, сделали этот маленький рочек, чтобы оторваться вот от этого водоворота, который у нас вот здесь, куда тянет. Братья, все-таки, защищаем его руку, помогаем друг другу, артелию, помощи Божьей, владельцам и командирам клуба, благодарны за то, что выискали, за то, что не сдали, за то, что не предали. Всем тем, кто собрался в поддержку благословения, вот меня, священник Божьим, помощи Божьим и благое благодаря этому.